Пятый канал представляет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Команданты, а он, похоже, из наших Откуда песню знаешь? Такой сослуживец у меня, кубинец был Он все время эту песню пел, а я аккорды запомнил Родригес звали Правда, он все время себя просил называть Гуа-Гуа Ты сказал Гуа-Гуа? Угу А как он выглядит? Да на тебя похож Только еще меньше и нос свернут на бок Он с детства боксом занимался Вау, это же мой старший брат Он давно живет в России Команданты, друг моего брата, наш друг Мы не можем причинить вреда этим людям Хосе, я уважаю твоего брата Сам знаешь И если уж вы все просите за них Развяжите А ты неплохо по-русски чаришь Вы можете остаться здесь, с нами Но у нас здесь свои законы И кто их нарушит, того ждет смерть Держи Спасибо От командира? Ага, прислал досье на Балагурова Он сирота, у него пять квартир в Питере И загородный дом Но туда он вряд ли сунется Если его мясник похитил Нужно найти эту спящую Дашу Неспроста же он с нее ее заслепил Наверняка они в отношениях Она может что-то знать Сам же видел, с нее кодировка слетела Она в таком состоянии, куда угодно может рвануть Есть у меня одна идея, дай-ка телефон Да, да, Коля Понял, интересная идея Сейчас проверю Ну что там? Логинов просит узнать Не входила ли любовница Балагурова В число тех спящих Местоположение которых мы уже знаем А как это сделать? Они же для нас все пока красные точки на карте Да легко Мы же их все перемещения записываем На эту камеру Это, кстати, кольная идея Мэм, пока глухо Никто никого не видел Бомжи точно видели Мы их первым делом тряхнули Приведи-ка мне вон того Иди сюда Чего надо? Иди давай Больно! Ты увидел здесь группу из шести человек? Нет! Повторяю вопрос Видел? Видел! Видел! Куда они пошли? Туда! Где они могут спрятаться? Там не наша территория Там кубинцы Всем заправляют Их главного Зовут Че Молодец Не разочаруй меня Найди этого Че И быстро Да, мам Да, спасибо Принято Наша разведка предоставила контакт Чехии Чтобы вытащить наших ребят оттуда Некий Марик Так Савельева и Струев не на связи сейчас Скиньте ему их координаты И номера телефонов Вот она Что? Что это? Видите зеленую точку? Раньше она была красной Спящего активировали? Да Как раз возле офиса онлайн текса Я думаю, что это Как раз и есть наша сближавшая Даша И сейчас она находится Вот здесь Надо срочно отправить туда ребят Потому что возможно ее ищем не только мы А что это за место? Дашенька Дашуня Ты тут? Командир прислал эту точку Надо тут все осмотреть Как думаешь, кто такие? Логика подсказывает мне Раз мы смогли найти Дашу по сигналу маячка То акт опусу подавно Так что, скорее всего, спящая Дашенька Девочка Ты где? Девочка Леха, давай подъехал. Леша, тише. Да понятно. Иди посмотри, что там. Леха, давай подъехал. Леха, давай подъехал. Даша! Даша! Даша, вы здесь? Не бойтесь, вас никто не обидит. Где я? Почему я здесь? Что происходит? Меня хотят убить, да? Долго объяснять. Мы ищем Балагурова. Женю? И думаем, что вы знаете, где он может быть. Ну, да, в офисе, у себя в кабинете. Разве нет? Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Эй! Черт! А-а-а! Даша, посидите пока тут. Угу. Командир, Даша у нас, но она несколько раскоординирована. И явно ничего не помнит. Коль, включай громкую связь. Понял. Даша, подержите. Даша, вы меня слышите? Да. А вы кто? Я друг. Нужно помочь нашему товарищу. Очень важно, чтобы вы кое-что вспомнили. Коль, обхвати ее голову руками и нажми большими пальцами на виски. Только аккуратно. Помнишь, как я это делал? Мне страшно. Ничего не бойтесь. Это легкий гипноз. Даша, Даша, смотри мне в глаза. Смотри мне в глаза. Черт! Мясник! Блин, Леха! Командир! Коля, Коля, соберись. Не могу, Леха пропал. Даша, подождите меня здесь. Леха, я сейчас! Леха! Не прыгай, не советую. Водичка прохладная. Живой? Живой. А этот тупырь достал меня все-таки своим тесаком. Там под водой муть ни черта не видно. Он удрал. Удрал. А девочка? Тебя надо перевязать. Справлюсь сам. Да, девочкой займись. Сейчас пожрать приготовим. Держи. Подарок. Спасибо. Пс-с-с, командир. Долго нам еще тут торчать? Когда нас спасут? Ждем, Вова. Свободен, Вова. Ну что, наигрался с моим телефоном? Здесь у тебя всего одно сообщение. Ждите Марика. Кто это? Отдай телефон. Это тот, кто поможет нам вернуться в Россию. А ты не боишься, что я скажу своим людям, что вы нам враги, а? А могу и не сказать. Ну, если ты со мной, если у нас с тобой, ну, ты понимаешь, о чем я? Тогда и получишь свой телефон. Мигель. Они из русских спецслужб. Уже засветили нашу берлогу. Скоро сюда заявится некий Марк. Объясни аккуратно парням ситуацию. Да. Она потеряла сознание. Думаю, из-за гипноза я побоялся продолжать. Да ничего толком не сказала. Вспомнила только про какой-то коттедж, но где он, чьей не звука. А чип вы из нее вынули? Конечно. Куда нам ее везти, командир? Товарищ генерал, разрешите Дашу привезти сюда. Мне нужно с ней поработать. Ни в коем случае. А если она умрет? Какой тогда вообще смысл раскодировать спящих, если мы потом не можем сохранить им жизнь? Потеря одного-двух – ничто в сравнении с тем ущербом, который октопус может причинить стране. Парни. Ну вы все слышали. Даша, вам лучше? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я ничего не понимаю. Я была в офисе, отвечала на звонки. А потом как провал. Я уже стою с пистолетом и в вас целюсь. Это как? Я вам объяснял. Вас закодируют. Кто? Когда? Зачем? Вы были за границей? Ездила. С Женей в прошлом году. А что? Куда? В Тихию и в Польшу. Балагуров спящий. Его даже похищать не нужно было. Просто активировали и дали команду свалить. Я думаю, его закодировали и заставили внести в алгоритм Эльзы кое-какие изменения. Тогда только он и может это исправить. Причем раскодированный. Но зачем тогда они отправили к нему офис мясника? Ой, да мало ли зачем. Например, чтобы он его отвел, чтобы тот не светился за рулем. Но если так, то Балагуров сам мог решить, где ему спрятаться. Даша, этот коттедж, как нам его найти? Не знаю. Это его приятеля дом. Женя мне только фотки показывал. Там еще машина такая прикольная стояла. Что за машина? Я не знаю. Но очень необычно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Отвезем ее на нашу временную базу. Больный. Свободен. Куда? Я заплутал. Пытаюсь на дорогу выехать. Приезжай. Езжай отсюда. Черт, район. Никто ничего не знает, никто ничего не видел. Проследи за тем джипом. Зачем? Там водила заплутал. Сам напуган, что в этот район заехал. Тут вполне сносный уровень сигнала. Значит, есть интернет. И у того мужика всяко в машине навигатор. И ты повелся на то, что он заблудился? Гошу, понял. Добрый день. С кем имею честь? Вы ищете русских? Да. Они недавно ушли, просили вам это передать. А куда ушли? Не сказали. Марек, я Ваня. Проходи. Взаимно. Пишу, ситуация у вас тут непростая. Ну да, есть такое. Небольшие трудности. Там вас ищут. Нужно спешить. Идите сюда. Контейнерная площадка. Там вас встретят новых. И отвезут белорусские границы. Удачи вам. Удачи. Всего доброго. Спасибо, Марек. Иди сюда. Рассказывай, куда ходил. Так, дорогу у местных спрашивал. Ответ неверный. Ну, теперь убедились, какими хитрыми и коварными бывают враги. Из-за них нам придется отсюда уйти. Отличное было место. Могли спокойно жить. А теперь... Будете слушаться меня во всем? Да, команданта. Тогда этих убить... К этому привяжите гранату и оставьте у входа. Тот, кто сюда сунется, должен сдохнуть. А девку я возьму с собой. Хочу наказать ее как следует. Не торопясь. Я на работе. А ну, стоять всем! Бросили оружие! Больше я ничего не знаю. Вперед! Радко! Прихвати мою винтовку. Зря вы слушаете своего команданта. Гнилой он человек. Только имя знаменитое поросит. Мобильники разбираем, товарищ. Ян, держи. Все телефоны раскурочил, сволочек. Ваня, не время. Уходим. За мной, товарищ. Быстро за лестницу, в укрытие! Быстрее! Нашли все-таки! Дяна, контейнерная площадка там, уводи людей! Уходим! Головы не поднимать! Уходим отсюда, живо! Быстро уходим! Русские! 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 Это поможет? Ничего как! Сюда! 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 Вы двое подберитесь поближе! Русские! Ждем! Да? Да? Ждем пробежいいи! Ха! Сюда!!! Ха! 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Все чисто. Где русские? Тут неподалеку. Катейнерная площадка. Прекрасно. А где этот парень? Вперед! Взять его! Вперед! Кренни! Вперед! 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 Ребята, ты зачем вернулась? Право от русских. Радко. Я похороню их в огне. Ну, нет. Нет. Ну-ка, а можно предыдущую? Да, точно, она похожа. И цвет такой же. Командир, нужно срочно найти одну машину. Ждем. Вань, давай дальше спрячемся. Совсем дальше. Вань, сюда! Без оружия и патронов у нас шансов нет. Она тебе понравилась? Кто? Оливия. А, нет-то что, она не в моем вкусе. А кто в твоем? А то ты не знаешь. Мистер Хьюз, мне нужно больше времени. Русские спецы оказались чертовски хороши. Они где-то здесь. Проверьте каждый контейнер. А их тут тысяча. И что? Эй, вы что тут делаете? На колени. Уберите тела и убедитесь, что нам больше никто не помешает. Нужно найти и убить этих чертовых русских. Машина принадлежит некому Роману Агееву. Его компания владеет домом в Карелии, под Петрозаводском. Фотографии и координаты я вам выслал. Понял. Это тот самый коттедж. Женя там? К утру доедем, узнаем. Я с вами. Поехали. Чисто. КОНЕЦ Ну что, как вам, мне даже уюту. Ваня, как ты думаешь, они нас еще ищут? Думаю, да. КОНЕЦ Ну, допустим, встретился ты с сыном. Спросит он тебя, чем папкой занимаешься? Что ответишь? Людей убиваешь? Спящих. Они что, не люди? Они, между прочим, наши с тобой соотечественники. В том, что их закодировали, их вины нет. Да и нужен ли ты ему? С мамкой его ты расстался. Да, время пройдет. Пацан к новому папке привыкнет. Зачем ворошить? А если ты наведешь спящих на сына? Ты об этом подумал? Если они нас найдут, в живых не оставят. Надо действовать. Яна, кажется, есть. Что там? Проверили весь отряд до самого верха. Пусто. Какие будут указания? Черт. Запах. Я чувствую запах свечи. Они где-то рядом. Позови парней. Есть! Все сюда. Быстро. Все есть. Значит так. Ян, давай иди в самый дальний угол и там, ну, спрячься. Убер. Стой. 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 Запах отсюда. Открывайте. Спасибо. Яна, уходи, я прикрою! Скандал! Опусти оружие! Ты работаешь на «Октобус»? Вот и поговорили. Надо уходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подъем. Спящие. Недоспящие. Даша! Чего там? Получается, нам туда. Даша, пойдешь с нами. Если узнаешь место, сразу возвращайся в машину. Поняла? Угу. Спасибо. Спасибо, я понял. Андрей, проснись. Четверо туристов из той группы только что перешли белорусскую границу. Да вот видите, ребята справились, а вы их уже похоронили. Да. Яна! Да. Понял. Живы. Даша. Узнаешь? Да. Это тот самый дом. Беги к машине. Иди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже, было Гуров здесь, раз только охрана. Какой план? Подготовимся или как обычно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что она, дуреха, делает? Чтоб она не делала, такую шанс упускать нельзя. Давай, заходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы чего, идиоты, что ли? Втроём на одну девку. Ну-ка быстро рассредоточились. Проверить периметр. Это может быть ловушка. Да, Шуня, а ты как здесь, а? Ну? Не важно. А где Женя? Он тут? Мне надо его увидеть. Пойдём, провалим. Пойдём, пойдём, пойдём. Вы? Что вы здесь делаете? Лёша, у нас гости. Я вижу. Отвлеки их. Давай, давай. Лёша. Я убью Балагурова, если ты не отпустишь Дашу. Нет, ты блефуешь. Он вам живым нужен. Парни. Надо уходить. Ну, зачем же ты сюда полезла? Как там она? Он ударил меня по голове. Лёша. Ку-ку-ку-ку. Парнию. Э-э-э-э. И телефон для тебя! По голове. Э-э-э. Э-э-э-э-э. Э-ээ. Э-э-э-э-э-э. Э-э. Э-э-э, э-э-э. Э-э-э-э-э-э-э-э. Э-э-э. Женя! Женя! Куда? Женя! Синий лес. Она как? Патроны кончаются! Надо уходить! Помоги взять его! Да чтоб этого мясника! Ушел! Как он? Пульс есть, но, боюсь, долго не протянет. Давай к машине. Стражи захватили Балагурова, но мясник уверяет, что он тяжело ранен. Значит, все висит на волоске? Это как посмотреть на ситуацию. Взгляните на счетчик. Свыше ста тысяч потенциальных спящих и все их личные данные у нас. Да, не миллион, но сто тысяч. Разве это мало? Как думаешь, у нас вообще есть шансы довести его живым до офиса? Какие у нас варианты? Никто, кроме него, не может войти в систему и удалить этот алгоритм из Эльзы. Давай, грузим его и валим. Давай. Смотри, чай он вам раздобыл. Недлики называется. Будешь? Да. Но только сначала поцелуй. Вань, подожди. Нам надо прояснить ситуацию. Так. То, что было между нами ночью, это ошибка. Не понял. В смысле, это была минутная слабость. И вообще, личные отношения мешают работе. Это за нами. Идем. Что стоишь? Скорую вызывай. Родненький, умоляю, не дайте ему умереть. Он должен это остановить. Давайте так, товарищ генерал. Если все получится, вы выполните Колину просьбу. Что у вас? Он пытается. Нет, нет, Женя. Женя, нельзя отключаться. Ты должен это сделать, слышишь? Иначе погибнет очень много людей. Вот она. Нашлась. Гадина. Получилось. Он это сделал. Андрей, он это сделал. Товарищ генерал, алло. Готовы выслушать Колину просьбу? Да, конечно. Я слушаю. Я перезвоню. Господин министр, даже не сомневайтесь. К операции «Кентавр» все готово. Да. Вполне успеваем. Вы так уверены, что мы справимся? А как мне было сообщить наверх, что мы не уверены, потому что все пятеро стражей могут в последний момент все испортить? Может быть, я скажу глупость, но у меня появилась идея, как можно решить эту проблему. А что, если сообщить стражам, где находится наша база? Вы чертов гений, Грин. Ой, не добрал, мазила. На. Давай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok